Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики этого канала. Вас приветствует Павел Кубарьков. И в этом видео я хочу показать, как сделать построение правильного двенадцатиугольника различными способами при помощи циркуля и линейки. В зависимости от исходных данных, осуществить такое построение можно как минимум двумя способами. Можно вписать правильный двенадцатиугольник в заданную окружность, или, если задана длина стороны двенадцатиугольника, можно сделать построение по заданной стороне. Построение методом вписания правильного двенадцатиугольника в окружность сделать проще. На окружности необходимо выбрать точку, где будет находиться первая вершина правильного двенадцатиугольника П1. После того, как первая вершина выбрана, можно построить угол 30 градусов с вершиной в центре окружности и стороной угла, проходящей через точку П1, и так определить точку вершину П2 при помощи транспортира. Для практического использования это самый легкий и простой метод, позволяющий сделать разделение окружности на 12 равных частей секторов и построение правильного двенадцатиугольника. При помощи циркуля и линейки все эти точки можно получить так. Через точку P1 необходимо провести диаметр окружности, появится точка пересечения с описанной окружностью, это противоположная вершина правильного двенадцатиугольника, точка P7. Затем необходимо провести перпендикулярный диаметр, для этого на циркуле нужно установить произвольный раствор, больше чем радиус описанной окружности, и таким радиусом провести окружность с центром в точке P7. И затем точно таким же радиусом провести окружность с центром в точке P1, для того чтобы получить две точки пересечения этих окружностей. Через эти точки пересечения проходит линия, которая содержит перпендикулярный диаметр. Хотя здесь для определения положения этого перпендикулярного диаметра будет достаточно и одной такой дополнительной точки пересечения, например А1, потому что известно, что этот диаметр проходит через точку центр О, как и любой другой диаметр этой окружности. После того, как перпендикулярный диаметр проведен, появятся две новые точки пересечения с описанной окружностью. Это вершины правильного 12-угольника P4 и P10. Затем, чтобы получить все остальные точки вершины правильного 12-угольника, нужно на циркуле установить раствор, равный радиусу описанной окружности, и таким радиусом провести окружность с центром в точке P10. Далее, не меняя на циркуле раствор, нужно провести еще три точно таких же окружности с центрами в точках пересечения P1, P4 и P7. Пересечение этих окружностей с описанной окружностью определит соответствующие точки вершины правильного 12-угольника. Доказать правильность и точность этого построения совсем несложно. Здесь из прямого угла 90 градусов вычитается угол 60 градусов, и получается угол 30 градусов, который соответствует центральному углу правильного 12-угольника. Угол 60 градусов здесь появляется при построении равностороннего треугольника. Например, здесь точки P3, O и P1 – это вершины равностороннего треугольника, и таких равносторонних треугольников на этом построении можно увидеть много. Так осуществляется построение правильного 12-угольника методом его вписания в заданную окружность. Можно сделать и по-другому. Сначала провести отрезок, который является стороной правильного 12-угольника, и потом определять соответствующий центр описанной окружности. Это называется построение по заданной стороне, то есть изначально известна длина стороны, а не радиус описанной окружности. И для того, чтобы этот отрезок достроить до правильного 12-угольника, определить точку центра описанной окружности и положение всех остальных вершин, необходимо на циркуле установить раствор, равный длине стороны, и таким радиусом провести окружность с центром в точке P2. И точно таким же радиусом провести окружность с центром в точке P1. Появится точка пересечения окружности A1. Далее необходимо провести серединный перпендикуляр к отрезку P1-P2. Он будет проходить через точку A1 и вторую точку для его определения. Я получу при помощи построения двух одинаковых окружностей меньшего радиуса. С центрами в точках P2 и P1. Через точку A1 и полученную точку пересечения A2 проводим линию, которая является серединным перпендикуляром. Далее в одной из конечных точек отрезка, например в точке P2, необходимо восстановить еще один перпендикуляр. Для этого горизонтальный отрезок P1-P2 нужно продлить и затем произвольным радиусом провести окружность с центром в точке P2. Для того, чтобы получить две точки пересечения с горизонтальной линией, которые равно удалены от точки P2. Это точки пересечения B1 и B2. Далее на циркуле нужно установить новый произвольный радиус побольше. Он должен быть больше, чем расстояние B1-P2. И таким радиусом провести окружность с центром в точке B2. И после того, как окружность с центром в точке B2 проведена, необходимо провести точно такую же окружность с центром в точке B1. Для того, чтобы появилась точка пересечения этих окружностей. Она находится ровно над точкой P2. Через полученную таким образом точку пересечения B3 и точку вершину P2 проводится линия, которая является перпендикуляром к горизонтальному отрезку P1-P2. И также эта линия параллельно серединному перпендикуляру, который восстановлен к горизонтальному отрезку P1-P2. Эта линия создала точку пересечения B4 с одной из окружностей. И далее необходимо провести бисектрису угла B4-P2-A1. Для этого нужно произвольным радиусом, большим половиной расстояния A1-B4, провести окружность с центром в точке B4. И затем такую же окружность с центром в точке A1. Эти окружности создадут точку пересечения C через нее. И точку P2 проходит бисектриса угла B4-P2-A1. Бисектриса угла создаст точку пересечения с серединным перпендикуляром. И эта точка является центром описанной окружности для правильного 12-угольника, соответствующей длиной стороны, равной длине отрезка P1-P2. Расстояние от точки O до точки P2 равно радиусу описанной окружности. После того, как описанная окружность проведена, пересечениями будет определено положение точек P12, P3 и P8. Точка P8 является центрально-симметричным отражением точки P2 относительно точки O. Чтобы определить положение всех остальных вершин правильного 12-угольника, на циркуле необходимо установить раствор равной длине стороны и таким радиусом провести окружность с центром в точке P3. Пересечением с описанной окружностью будет определено положение точки P4. И далее необходимо повторять копирование длины стороны, пока не будут получены все точки вершины правильного 12-угольника. То, что точка пересечения, определяющая вершину P6, оказалась так близка к точке пересечения с другой дополнительной окружностью, это случайное совпадение. При построении правильного 12-угольника таким способом все необходимо делать очень внимательно, потому что даже самая небольшая ошибка в установке циркуля на размер стороны в пределах толщины линии будет приводить к возникновению накапливающейся погрешности. Например, установка циркуля на размер стороны с ошибкой всего лишь в полмиллиметра через 10 повторений такой ошибочной длины приведет к накоплению и возникновению общей ошибки на 5 миллиметров. И если в построении будет допущена такая ошибка, и в ходе определения точек будет накапливаться погрешность, может в итоге оказаться так, что когда с такой ошибкой будет определена точка P11, расстояние P11-P12 будет очень сильно отличаться от расстояния P1-P2. Здесь все сделано точно. Также при этом построении очень важно точное определение центра описанной окружности точки О. Определение центра, соответственно, определяет и радиус этой описанной окружности. Так осуществляется построение правильного 12-угольника по заданной стороне. То, что это построение точное, тоже несложно доказать. Когда проводятся две окружности, у которых радиус равен стороне с центрами в точках P1-P2, и появляется точка A1, появляется равносторонний треугольник, который имеет три равных угла 60 градусов. Затем проводится серединный перпендикуляр. В данном треугольнике он совпадает с бисектрисой угла и делит угол 60 градусов пополам. Появляется угол 30 градусов. Когда проводится второй перпендикуляр в точке P2, угол B4-P2-A1 также равен 30 градусам. Здесь углы 30 градусов равны как накрест лежащие углы, которые образуются при пересечении двух параллельных прямых секущей. Затем проводится бисектриса угла B4-P2-A1, и эта бисектриса пересекает серединный перпендикуляр, образуя с ним угол 15 градусов. Полученные углы 15 градусов здесь также равны, как накрест лежащие углы при пересечении двух параллельных прямых секущей. Угол 15 градусов является половиной центрального угла правильного двенадцатиугольника, и когда он построен так, что у него одна сторона проходит через точку P2, а другая через середину отрезка P1-P2, и при этом совпадает с серединным перпендикуляром, то его вершина, точка O, является центром описанной окружности для правильного двенадцатиугольника со стороной, равной длине отрезка P1-P2. Расстояние O-P2 является радиусом этой описанной окружности. Если через точки P1 и P2 провести диаметры, то их пересечением будет образован центральный угол 30 градусов. Построение правильного двенадцатиугольника по заданной стороне можно сделать и не определяя центра описанной окружности. Помимо центрального угла, у многоугольника есть еще внутренний угол, образованный пересечениями двух смежных сторон. У правильного многоугольника все эти внутренние углы равны, и этот угол альфа можно вычислить по формуле n-2 разделить на n и умножить на 180 градусов, где n маленькое – это число сторон. Для правильного двенадцатиугольника этот внутренний угол равен 150 градусам, и его можно получить путем сложения прямого угла 90 градусов и угла 60 градусов. И такой угол с вершиной в точке P2 можно получить, если построить на заданной стороне квадрат и присоединить к нему справа равносторонний треугольник, так чтобы они имели общую сторону. И таким последовательным сложением можно получить все вершины правильного двенадцатиугольника. Внутри при этом будет образован правильный шестиугольник, на сторонах которого построены квадраты. Используя такой принцип получения внутреннего угла, можно сделать модель правильного двенадцатиугольника из деталей металлического конструктора. Для фиксации прямого угла 90 градусов, который находится внутри квадрата, потребуются дополнительные детали. Здесь они обозначены зеленым цветом, на физической модели они черные. Эти детали соединены так, чтобы получить треугольник, у которого стороны имеют длины 3, 4 и 5 единиц. Эти числа соответствуют числу расстояния между отверстиями в деталях. Треугольник с такими длинными сторон является прямоугольным, поэтому такое соединение трех деталей конструктора фиксирует прямой угол 90 градусов. Если этой дополнительной детали не будет, то такой квадрат не будет иметь структурной жесткости. Также модель правильного двенадцатиугольника можно сделать и по-другому, путем сложения ромбов. Правильный двенадцатиугольник можно разделить на 15 ромбов. Три квадрата, шесть широких ромбов, которые можно разделить на два равносторонних треугольника, и шесть узких ромбов с меньшим углом 30 градусов. Шесть деталей, составляющих узкие ромбы в центральной части, внизу, можно убрать. Модель будет сохранять жесткость и без них. Квадрат – это частный случай ромба. Существует еще очень много других комбинаций и способов соединения деталей конструктора для получения модели правильного двенадцатиугольника. Также сама задача построения может быть поставлена по-другому. Так что изначально задан радиус вписанной окружности, и вокруг этой окружности необходимо описать правильный двенадцатиугольник. В таком случае на окружности необходимо выбрать точку P0, где будет происходить касание окружности и стороны двенадцатиугольника, и в этой точке к окружности провести касательную. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу окружности, который проведен в точку касания. Затем из центра окружности под углом 15 градусов к радиусу необходимо провести линию до пересечения с касательной. Пересечением будет определена точка вершина P1 и расстояние O P1 является радиусом описанной окружности 12-угольника. Затем следует провести описанную окружность и ее пересечение с касательной определит положение второй вершины точки P2 и соответственно станет известна длина стороны 12-угольника. После этого копированием длины P1, P2 можно получить все остальные вершины, которые лежат на описанной окружности, и тем самым сделать построение правильного 12-угольника, который описан вокруг окружности заданного радиуса. Такие существуют способы построения правильного 12-угольника. Также длину стороны любого правильного многоугольника можно рассчитать в зависимости от радиуса описанной окружности. По формуле длина стороны правильного многоугольника AN равно 2 умножить на R большое и умножить на синус от 180 градусов, деленных на желаемое число сторон N. На этом я заканчиваю. Всем спасибо. До свидания.